Вооруженные силы Беларуси продолжают плановые мероприятия по боевой подготовке. Накануне на дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии и заняли позиции вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман. Личный состав 103-й воздушно-десантной бригады также занял один из полигонов совместно с органами пограничной службы. В настоящее время войска завершают размещение сил на местности. Ракетная батарея ТОР совершила марш в назначенный район, где по прибытию занялись стартовые позиции. Соответственно, привели ориентирование боевых машин, маскировку, усовершенствование охраны позиций в инженерном отношении, налаживание связей с командным пунктом. После чего батарея в свое время наступила на боевое дежурство в готовности выполнить любые поставленные перед ней задачи. Тем временем белорусские танкисты ознакомились с особенностями трассы полигона Лабином, где традиционно проходят армейские международные игры. В этом году в положении о конкурсе появились изменения, которые коснулись стрельбы. Теперь, если экипаж не поразил мишени штатными боеприпасами, в ход идут дополнительные. Если не хватило их, танкисты отправляются на штрафной круг. У белорусской сборной, первой из всех команд, кстати, преобразилась и боевая машина. Напомню, наши выйдут на старт на танках синего цвета уже 23 сентября.